Добрый день, Калиня. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Пожалуйста, ваши вопросы. Тогда начну, наверное, я. С начала года доллар вырос на 40%. Уже на 60%. Уже на 60%. Пока в магазинах продают товары, купленные по старому курсу, ценник условно держится. Но предприниматели говорят, что так или иначе они будут покупать новую партию товаров по новому курсу. И боятся, что спрос упадет до минимума, потому что люди не будут понимать, чего им ждать, и просто сократят свои покупки. Поэтому вопрос, чего ждать, то ли кам. И кроме того, в своем послании президент сказал, что необходимо, чтобы российская экономика вышла из зоны нулевых темпов роста, темпом роста выше среднемировых. Вот как вот в этой ситуации добиваться вот этой установки президента? Ну, что касается курса доллара, я, конечно, не гадалка. Мне сложно предсказывать, какой будет курс доллара, как он будет влиять на цены. Но могу сказать следующее. Что наблюдаем сейчас? Мы видим, что у нас есть розничный рост, оборот розничной торговли по товарам длительного спроса. Это бытовая техника, электроника, частично автомобили. И у нас в области рост по продаже жилья. То есть вот конец, последний квартал, действительно очень много продается жилья. Это естественная реакция населения, потому что люди видят, что курс меняется, ожидаемая инфляция. Поэтому люди пытаются сберечь свои, что называется, трудовые нажитые деньги. Это нормальная совершенно реакция людей. Говорить о конкретном росте цен можно будет тогда, когда уже будет найден новый приоритет между стоимостью рубля доллара и рубля евро. И тогда мы будем понимать, какова будет стоимость импортных товаров. Частично, конечно, рост иностранной валюты влияет и на те товары, которые производятся у нас. Но это зависит от того, если наши производители, скажем, закупали импортное оборудование в кредит, соответственно, кредиты номинированные в иностранной валюте, их нужно отдавать в иностранной валюте. Это влияет. Ну и компоненты. То есть то, что у нас используется при производстве тех или иных товаров народного потребления. Чего ждать туликам? Ну, прежде всего, думаю, что нет смысла уже дергаться покупать иностранную валюту. Это совершенно точно, потому что курс вырос существенно. И насколько он может расти либо по отношению к доллару, либо снижаться, здесь уже гадать бессмысленно. Поэтому, мне кажется, нужно жить. Большинство туликов получают доходы в рублях. Поэтому нужно жить, как мы жили. И здесь как раз основная задача правительства – это четкое выполнение указов президента. Если мы будем четко выполнять ту линейку по заработной плате бюджетников, которая у нас есть, то мы сможем компенсировать те возможные потери по инфляции, которые могут быть вследствие девальвации. Но могу сказать, что, конечно, девальвация на сегодняшний день негативно влияет в целом на экономику, но она дает и возможности. Потому что низкий курс рубля, он дает возможности развитию наших производств. Я очень надеюсь, что все-таки в данном случае окно возможностей будет не утеряно, а будет реализовывано. И, наверное, тоже несколько слов. Мне поручено возгладить рабочую группу Государственного совета по подготовке предложений по поддержке малого и среднего бизнеса. И мы будем предусматривать, скажем так, радикальные предложения для того, чтобы все, кто хотел бы заниматься бизнесом, чтобы у тех людей, кто занимается, чтобы вообще, что называется, не было никаких препятствий. Если человек принял решение, государство ему должно помочь и не мешать. Вот это основная позиция. Владимир Сергеевич, в продолжении темы президент также отметил в своем послании важный момент импортозамещения. 3-5 лет – это тот срок, за который страна должна обеспечить себя собственными продовольствиями и лекарствами. И эту задачу государство в том числе и возложило и на регионы. У Тульской области есть ли какой-то конкретный план по реализации этой части послания? – Безусловно. То есть те мероприятия, которые у нас были запланированы, вот, скажем, тот рост производства, прежде всего, в оборонно-промышленном комплексе, который мы наблюдаем в последний год, он же был заложен еще 3-4 года назад. Вот все те начинания, которые мы начали вместе с нашими оборонными предприятиями реализовывать 3,5 года назад, вот эти начинания сегодня дают результат. Ведь, посмотрите, на КБП были созданы две площадки для производства современной техники вооружения. Вот где бы мы сегодня собирали так популярные панцири, если бы мы 3,5 года назад не создали эти две площадки? Сегодня заказов КБП по панцири имеют до 2020 года. Причем это не только гособоронзаказ, это, прежде всего, иностранные покупатели. Они даже в большинстве покупают данную продукцию, и рост отгруженной продукции по нашему оборонно-промышленному комплексу в прошлом году более 70 миллиардов рублей. В этом году мы ожидаем около 100 миллиардов рублей, и мы запланировали рост на следующий год еще до 130-140 миллиардов рублей. Это вот просто как один из примеров частного государственного партнерства, когда мы со своей стороны помогали реализовывать все инфраструктурные проекты, предприятие готовило свои площадки, ну и вот, видите, мы готовы к тому, чтобы реализовываться. Мы идем дальше. Следующий шаг для нас очень важный, он вообще важен для страны, это станкостроение. Ну, вы со мной бываете на предприятиях, видите, все станки импортные. То есть за 20 лет ни одного российского станка приобретено не было. Ну, 100% так и есть. Ну, то есть там колеблется. Сначала покупали немецкие, потом японские, сейчас покупают тайваньские и корейские. Плюс инструментарий. Да. Инструменталку мы уже запустили полностью, у нас МАШ-завод участвует в программе Минпромторга по производству инструменталки. И мы идем дальше, мы хотим собирать станки. МАШ-завод у нас первая площадка по станкостроению. Если мы сможем реализовать этот проект, то это качественно другие объемы производства, качественно другие деньги, качественно другие заработные платы. Сегодня заработная плата на КБП порядка средняя, порядка 37 тысяч рублей. При средней по экономике по области 25-100. То есть видите, насколько отличается высокопроизводительная рабочая сила в полтора раза. Омолодился состав сотрудников. Сегодня на наших оборонно-промышленных предприятиях средний возраст 40 лет. Пять лет назад был почти 52. То есть вот видите, мы понимаем, что популярность профессии, популяризация профессии инженера, оборонщика, она дает свои результаты. Поэтому для нас основное направление это станкостроение. Второй резерв существенный – сельское хозяйство. Да, будет ли что кушать? Область сможет прокормить хотя бы туляков? Ведь кредиты надо ведь отдавать сельхозпредприятиям. Ну, с кредитами, кредиты номинированы в рублях. Поэтому здесь для как раз тех предприятий, которые имеют кредиты в рублях, как раз ситуация нормальная. Потому что та же инфляция, она в том числе съедает и кредитную нагрузку, и здесь определенная помощь есть. Когда мы с вами говорим о сельском хозяйстве, вот в Советской войне считалось, что если производилась тонна зерновых на одного жителя региона, это считался суперпоказатель, и глав регионов, секретаря исполкового обкома представляли название Героя Союза труда. Вот мы в этом году собрали полтора миллиона зерновых, да, то есть по тонне на каждого нашего жителя. При этом мы ставим задачу дойти в 2016 году до 2 миллионов тонн. Но это только по зерновым. У нас есть хорошие подписанные протоколы, и я думаю, в ближайшее время эти протоколы станут соглашениями по развитию свиноводства. То есть там мы существенный рост должны дать. Есть хороший рост по молоку у нас в этом году. Проблема основная по яйцу. Это вот, конечно, банкротство рассвета. Заокус-коптивцы фабрики привели к тому, что мы по яйцу провалились. Ну, там тоже мы ведем определенную работу. И хочу сказать, что, несмотря на то, что Тульская область, Чернобыльская зона, зона среднего по качеству возможности ведения рискового земледелия, несмотря на это, у нас возможности по селу очень хорошие. Очень хорошие. Владимир Сергеевич, Вы уже отметили оборонные предприятия нашей области. Вот в связи с теми санкциями, которые вводятся на сегодняшний день, какой перспективы вообще развития, как будут справляться наши предприятия? Ну, у нас основное предприятие, которое попало под санкции, это КБП. И действительно, есть проблема с получением денег за уже отгруженную продукцию. Объем большой, больше 50 миллиардов рублей. Это как раз за поставки панциря. Помогаем, мы занимаемся решением этой проблемы. Но хочу сказать, что это как раз требует такого, знаете, вот ручного вмешательства. Ведь санкции, это не только, скажем, ограничения на поставку каких-то технологий и оборудования. Они гораздо шире. То есть, любой контрагент, который проводит платежи в долларах США или в европейской валюте, соответственно, если эти платежи идут в адрес санкционного предприятия, то этот контрагент попадает под очень существенные штрафы. В этом заключается проблема. С учетом того, что у КБП покупатели, с которыми у нас идет только экспорт, нет импорта, то встречными платежами провести достаточно сложно. Но мы занимаемся этой работой. Я думаю, что мы этот вопрос решим. Тем более, что налоговая доля туляков в этом контракте, она существенная. Сокращение количества чернобыльских зон. Двое причем. Такой проект постановления подготовило федеральное правительство. В Тульской области чернобыльские льготы, так или иначе, получают около 650 тысяч человек. И для людей отмена этих льгот будет катастрофой. Я полностью согласен здесь с оценкой. Уверен, что на фоне девальвации отмена льгот, причем в первую голову пострадают льготы по доплате по уходу за ребенком и выплату на детей. Я считаю, что, конечно, это бухгалтерский подход. И все необходимые меры мы приняли. Я попросил депутатов Тульской областной думы, чтобы они рассмотрели этот вопрос. Депутаты приняли соответствующее обращение в адрес правительства Российской Федерации. Аналогичное обращение было принято правительством Тульской области в адрес правительства Российской Федерации. Но все необходимые консультации, которые нам нужно вести на политическом уровне, я все консультации веду. Я думаю, что шансов на принятие постановления правительства в том виде, какой оно есть, шансы, скажем, пока 50 на 50. Но мы боремся, будем бороться дальше. Уверен, что правда на нашей стороне и бухгалтерского подхода, тем более к детям, беременным женщинам, женщинам, которые находятся по уходу за ребенком, бухгалтерского подхода не должно быть. И хотел добавить несколько слов по взаимодействию с нашим депутатским корпусом. Депутаты очень активно работают по всем законопроектам, особенно по законопроектам, связанным с бюджетом Тульской области. Что называется, вникают во все небольшие, мелкие подробности. И, конечно, пользуясь случаем, я хотел еще раз поблагодарить наших жителей, избирателей за ту активность, которую они проявили на выборах в этом году при избрании депутатов Тульской областной думы. И благодарить за ту поддержку, которую оказали партии «Единая Россия», список которой я возглавлял. — Владимир Сергеевич, на втором форуме действия, который проходил по инициативе Общероссийского народного фронта недавно в Москве, говорилось о том, что около 80% того, что запланировано в некоторых субъектах по реализации указов президента, вызывают минимум тревогу. Стоит напомнить, что это все-таки рост зарплат бюджетников, переселение из военного бюджета и очень много-много другого, важного и приоритетного. Вот в Тульской области все ли хорошо с исполнением указов? — В целом, хочу сказать, что мы одни из лидеров по выполнению указов президента. Я тем более хочу сказать, что на фоне сложной экономической ситуации не выполнение указов президента — это еще больший удар. Только выполнение указов президента так, как было номинировано Владимиром Путиным 7 мая 2012 года, мы только четко исполнение у тех показателей может загладить те потенциально негативные последствия, которые могут возникнуть в связи с ростом цен и инфляцией. Поэтому у нас другого пути нет. Мы настроены четко на выполнение указов президента. Хотя ситуация очень непростая. И для нас, вы знаете, что я тоже принял очень непростое политическое решение, когда мы включили в программу по переселению из аварийного жилья 321 тысячу квадратных метров, это самый высокий показатель по ЦФО и седьмой в России. Я, честно скажу, я принимал это решение осознанно, понимая, что такие... Это события. Мы 16,5 тысяч человек переселяем просто из бараков. Поэтому, мне кажется, это вот те долги, которые мы должны отдавать людям. Ну, потом, вы же бываете то же самое, видите, кому мы вручаем. Это в основном люди пожилого возраста, которые пожилы десятилетиями в барахахах. Да, шахтерские. Шахтерская история. Кстати, тоже, которая Тульской области досталась через бухгалтерское решение. Когда в 2001 году было принято решение о банкротстве Тула Угля, то аварийный и ветхий фонд Тульской области, который муниципалитеты в связи с банкротством Тула Угля приняли на себя, увеличился сразу. На миллион семьсот тысяч квадратных метров. То есть до банкротства Тула Угля было семьсот тысяч квадратных метров. После банкротства стало два миллиона четыреста. То есть вот, и понимаете, то есть это такая вот чисто бухгалтерское решение. Приняли, на муниципалитеты скинули, и муниципалитеты без денег. Давайте решайте эту проблему. Поэтому задачу поставили серьезную. В этом году мы 94 тысячи метров должны сдать. Мы сдадим до конца года порядка 65 и до 1 апреля еще 30 тысяч. А дальше каждый год у нас по 70 тысяч строить. Мы будем строить и будем людям жилье передавать. Владимир Сергеевич, а в СМИ появилась информация, что Общероссийский народный фронт провел проверку, как в Туле строят дома для переселения людей заварийного жилья. И вот результаты проверки, что не успеваем. Создача объектов, вот по факту успеваем, не успеваем. Нет, есть задержка, я как раз о ней и говорю. То есть формально по программе мы должны были завершить ее в конце этого года, по программе 2013 года. Но у нас есть по ряду объектов отсрочка, но до 1 апреля мы все объекты, которые были запланированы, мы все завершим. То есть из фонда реформирования ЖКХ деньги как поступали, так и будут поступать? У нас нет никаких проблем по взаимодействию с фондом. И более того, хочу сказать, что на программу 2014 года мы деньги все необходимые получили, программа реализуется, и мы уже сдали заявку по программе 2015 года. Просто когда я говорю по программам, они заканчиваются на год позже. То есть программа 2015 года будет завершена в конце 2016 года. Поэтому у нас никаких проблем нет, мы четко идем по тому графику, который есть. Вот первый стартовый год у нас действительно, он непростой, но он самый большой, почти 100 тысяч метров. Мы столько никогда мы не строили. Поэтому мы же еще стараемся строить нашими тульскими компаниями, чтобы максимально, так сказать, деньги от реализации программы оставались в области, чтобы материалы использовать под тульских производителей, чтобы тульские рабочие работали. Поэтому она такая непростая программа, сложная. — Владимир Сергеевич, относительно управляющих компаний, ну вот услуги, естественно, у них дорожают, многие жители недовольны, как обслуживаются они, соответственно, возникает логичный вопрос, за что они платят. Вот в связи с этим, когда и как, на Ваш взгляд, будут какие-то меры приняты, когда вот ситуация поменяется на этом рынке управляющих компаний? — Работой занимаемся ежедневно, и знаете, что до мая месяца принято решение, будет введена процедура лицензирования. Соответственно, все управляющие компании сегодня четко взаимодействуют с государственной жилищной инспекцией. И здесь, когда мы говорим о недовольстве жителей, чаще всего возникает какой вопрос? Люди не знают, за что они платят. Вы только правильно сказали. Здесь вопрос обратной связи, когда люди должны просто собраться и принять решение, что они хотели бы верить. — От активности самих жителей зависит тоже. — В том числе, в том числе. Ну и от порядочности, и, конечно, профессионализма управляющей компанией. Но мы этой работой занимаемся и реагируем на каждое обращение. — Относительно капитального ремонта, Владимир Сергеевич, хотел спросить, вот те средства, которые жители собирают на своих специализированных счетах, насколько гарантия велика то, что они сохранятся? И, может быть, какие-то методы, чтобы страховать эти счета каким-то образом? — Вот я продолжу тот же вопрос. Если, допустим, они в банках на спецсчетах сохраняют, если банк лопнет, как, допустим, дай бог Первый экспресс, то что? — Вы знаете, опыт Первого экспресса, мне кажется, научил всех, в том числе и чиновников. Поэтому, когда мы определяли подход по перечню банковских структур, которые имели право на участие в конкурсе, то это, прежде всего, были банковские структуры с участием государственного капитала. Там, где государственное участие, более 60%. Позиция государства, она известна. То есть те банки, которые государственным участием могут оказаться в сложной ситуации, они будут декапитализированы. Поэтому риск, я считаю, не очень большой. Тем более, что пока мы еще денег собрали не так уж и много. Но, в принципе, с учетом того, что ежегодно 20% от собираемых денег мы должны оставлять на накопление, на так называемый резервный фонд, в принципе, эта проблема, она достаточно может стать актуальной. Но это, в целом, вопрос финансовой структуры. И есть опыт 2008 года, когда правительство России четко принимало конкретные действия по сохранению именно банковской системы. Без нормальной работающей банковской системы экономика не живет. Поэтому уверен, что здесь никаких сбоев не будут. Тулики могут быть спокойны. Насколько средства, возможно, под угрозой инфляции могут улишеветь? И потом их может не хватить на ремонт? Это правда. Но именно для этих целей это вопрос жизни уже. То есть инфляция... Ну, я вообще хочу сказать, что курсовые изменения, они очень разные. Например, курс евро к доллару, когда он вводился 15 лет назад, стартовый курс был за 1 евро, платили 1 доллар и 17 центов. После этого курс сходил на 83 цента за 1 евро, а потом поднялся до 1 доллар 60, то есть в два раза. Сейчас там 1 доллар 24, 1 доллар 25 за евро. То есть я просто говорю это о том, что колебания, курсовые колебания, даже резервных валют, они существенны, иногда в два раза. Поэтому то же самое происходило и после кризиса 2008 года, когда у нас рубль вырос на 30, упал на 36 рублей, и потом, соответственно, было отыграно падение. Сейчас несколько иная ситуация. То есть аналогии с 2008 года мы, конечно, не можем проводить. А сейчас очень сильное политическое, внешнеполитическое влияние, потому что в отношении России ведется введены санкции. Ну и, по сути, это такая торговая информационная война, по сути. Поэтому здесь нам, конечно, нужно больше рассчитывать на свои внутренние силы, на те возможности, которые у нас есть по факту сегодня. А что касается сбережений, ну у нас те деньги, которые в фонды капитального ремонта размещены на вкладах в банки, по ним платятся проценты. Поэтому мы каждый год, соответственно, будем проводить конкурсы. Ну и те банки, с государственным участием, кто будет платить больше процентов, соответственно, там остатки будут размещаться. Сергей Сергеевич, так получилось, что жизнь нам диктует основную тему сегодняшнего нашего разговора – это экономика. Вот Пульска областная дума недавно приняла проект бюджета на следующий год и плановый период двух последующих лет с существенно сокращенными статьями доходов и расходов. Вот на чем? Связано ли это, конечно, с непростой экономической ситуацией в стране? На чем придется экономить? И будут ли выполнены социальные обязательства перед туликами, то есть пособия и так далее? И те моменты, которые вы озвучили в послании Пульска областной думы? Да, это несколько цифр. Вот смотрите, по доходам, значит, по собственным налоговым доходам бюджет не намного ниже, чем бюджет текущего года, там порядка 3%. Почему мы? Мы подошли к этому немножко консервативно, мы понимаем, что у нас потенциально есть резервы, которые лучше мы потом в рамках изменения бюджета текущего года мы сможем всегда добавить и профинансировать те программы, которые могут появиться. Поэтому здесь по доходам мы взяли фактически базу текущего года и исходя из этого, так сказать, сформировали доходную часть. Но у нас же есть консолидированный бюджет, не все программы федерального бюджета еще полностью открыты. Поэтому пока он по расходной части чуть меньше, скажем, на 7, по-моему, процентов меньше, чем бюджет текущего года. Но это связано с тем, что еще ряд федеральных программ, в которых Тульская область будет принимать участие и софинансировать, еще не принято. Будут приняты, будут внесены изменения в федеральный бюджет, соответственно, мы откорректируем наш бюджет. Что касается... Поэтому здесь он консервативный бюджет, но, с другой стороны, он реалистичный, понятный, без большого объема заимствования. Если вы посмотрели, мы заложили небольшой объем заимствования на покрытие дефицита порядка 2,5 миллиардов рублей. Значит, что касается... Что касается... Исполнения программ. Все социальные обязательства, которые утверждены федеральным бюджетом, федеральными законами и региональными законами, все будут исполнены. Сегодня они забирают почти 95% бюджета 2015 года. 5% это то, что у нас остается на развитии. Но здесь, опять же говорю, у нас есть резерв, который в случае появления этого резерва мы увеличим объемы на капитальные вложения. Но при этом будет полностью профинансирована программа по ремонту дорог, то есть дорожный фонд. Мы полностью расписали, жители уже все знают, куда, что, на какие средства, на какие проекты мы деньги тратим. Поэтому бюджет нормальный. Уверен, что мы его сможем откорректировать в лучшую сторону. Ну, тогда, когда будем понимать, уже нам этот бюджет еще надо завершить. Ну, и одна из задач, это все-таки не наращивать долг, а долг брать только под те проекты, которые нам нужно реализовывать, которые действительно нам принесут. В первую очередь, врачи. Совершенно верно. Римчик строительства. СУ-155. Крупнейший застройщик Тульской области. На Калужском шоссе возводит новую Тулу. Микрорайон, который должен обеспечить туляков доступным жильем. 4 декабря главгосстроенадзор обратился в арбитражный суд Москвы с иском о признании СУ-155 банкротом. Так. Вопрос. Новую Тулу построят? Ну, а куда же мы денемся? Конечно. У нас другого пути нет. Ну, во-первых, СУ-155 не самый крупный застройщик. У нас есть более крупные застройщики. Но это предприятие, которое у нас имеет возможность строительства многоквартирных, многоэтажных домов так называемого блочного типа. То есть, имеет свое производство. Они это производство реконструировали, модернизировали. И в них объем производства до 500 тысяч квадратных метров в год на сегодняшний день. Они увеличились с 200 до 500 тысяч. Поэтому, конечно, мы такой возможностью воспользовались. Реализовывать проект они будут. Здесь даже никаких сомнений нет. Что касается банкротства, то, ну, хочу коллегам из Московской области напомнить, что обанкротить предприятие можно только по неисполненным обязательствам основного характера. Штрафы, пение и тем более административный штраф не являются основанием для признания предприятия банкротным. Поэтому иск будет оставлен без рассмотрения. И, соответственно, ну, это такой, знаете, выпад. Нужен, не нужен, но это вопрос уже подмосковным властям. Сергей Сергеевич, строительство жилья к строительству дорог. До 2017 года все основные магистрали в Тульской области должны быть завершены. В связи с этим возникают какие-то ли препятствия, на Ваш взгляд, до окончания этого срока? И гарантии каковы того, что вот все выполнится в срок? Президент в своем послании четко обозначил задачу увеличения объема строительства, дорожного строительства в два раза. Поэтому уверен, что в Федерации уже есть перечень поручений, готовится четкая программа действий. И мы в рамках Ассоциации Центрального федерального округа будем очень серьезно отстаивать позиции. В ЦФО проживает 40 миллионов человек. 50% ВВП страны производится в ЦФО. Потребление тоже почти 70%, потому что наиболее богатая часть страны поживает. Поэтому здесь для нас строительство дорог, которые связывали Тулу с Калугой, Тулу с Рязани, ну и так далее. Это жизненно необходимый вопрос. Ну и, конечно, надо разгружать московский регион от транзитных пор. Поэтому здесь у нас есть, скажем так, общефедеральные задачи, которые мы хотели бы совместно с моими коллегами-губернаторами ЦФО решить, решить совместно. Есть наши региональные проблемы. До 2017 года мы сможем привести основные магистрали в порядок и дальше их поддерживать в нормативном, безаварийном состоянии. Ну а все дороги, конечно же, нам нужен больший объем средств и большее время. Пока вот на следующий год региональных дорог мы строим, будем строить 320 километров, ну плюс еще муниципальные дороги и федеральные, которые у нас ремонтируются. В общем, в целом на следующий год порядка 500 километров получается. В этом году было построено, отремонтировано 600 километров дорог. А всего у нас 11 тысяч. Вот сами смотрите, какие темы. То есть нам надо гораздо больше средств. Но кроме средств нам нужна еще инфраструктура, кто будет ремонтировать, кто будет строить. И это тоже нарабатывается, это не за один день делается. В Туле раньше автомобилисты вешали таблички «Я плачу налоги, где дороги». Где дороги. Сейчас не вешают. Тула преображается. С улиц убрали вот эти ужасные рекламные растяжки. В принципе, все красиво. Но вопрос. Для благоустройства Центрального парка Тулы вы позвали московских специалистов. Не зря президент включил Евгения Авилова в кадровый президентский резерв. Видимо, не зря. Но все-таки еще недавно в плане благоустройства города даже не было такого понятия «газоны». Сотрудники госавтоинспекции не могли оштрафовать автомобилистов, потому что непонятно, газон это или не газон. Но нигде не задокументировано. Вот есть ли четкий план благоустройства города? Было понятно, что это газон, но просто, так сказать, неузаконено это еще было. Да, он был, к сожалению, не стоял на балансе, как зеленые насаждения, как газон, поэтому да. Вот общий как-то план благоустройства Тулы, как она будет выглядеть? Есть ли понимание? Будут приглашены московские специалисты? Или обойдемся своими силами? Да нет, конечно, будем обходиться своими силами. Будем восстанавливать. Ну, принцип простой – не навреди. И вот на крайнем заседании градостроительного совета, когда вот вы посмотрите, помните, там предлагали, я не помню где, на Станиславского, по-моему, строительство одноэтажного домика, да. А рядом стоят два двухэтажного дома, которые были построены 150-200 лет назад. И несмотря на то, что наши нормативы говорят о том, что строительство в большем объеме не позволяет, не обеспечено по парковкам, но мы все равно будем принимать решения по восстановлению исторического облика города. Мы в данном случае будем делать исключения, мы будем строить то, что нужно, потому что общие нормативы, они как ориентир для комплексной застройки, по квартальной застройке. Но когда речь идет о восстановлении архитектурного, исторического облика города, здесь мы, конечно, будем делать исключения, будем строить то, что нам нужно. Но и основная задача – это не навредить. То есть будем восстанавливать то, что было создано нашими предками и поддерживать в хорошем состоянии. И все новые объемные массовые стройки, у нас большой объем новых площадок, плюс большая Тула сегодня позволяет строить везде. Проблем со строительством комплексным у нас нет. А центральную часть города будем оберегать. Это будет реконструкция, ну и, конечно, приоритет будет даваться там, где есть ветхое жилье, где люди, ну, что называется, нужно людей переселять. Там, где дома уже совсем старые, и капитально ремонтировать их смыслом нет. Ну вот в нашу редакцию, наверное, в редакцию других телеканалов сейчас созвонят жители и спрашивают, мы хотим получить детскую площадку от губернатора. Получится. Что нам, кому нам обратиться? Вот расскажите, пожалуйста, программа будет продолжена? Да, программа продолжена, на следующий год мы программу сейчас завершаем, ее формирование. 163 детских площадки мы поставим в следующем году, это не считая наших больших площадок, которые мы делаем в виде Кремлевской стены. И думаю, что до конца следующего года, до Дня города, всего я поставлю 500 детских площадок. Сейчас 333 площадки уже поставлены. Ну и, соответственно, программа по воркаутам, мы ее тоже будем продолжать. Сегодня мы установили 18 воркаутов. Ну и Кремле поставили 5 штук, они так, кстати, пользуются популярностью. Я думаю, в скверах, в парках мы тоже будем такие площадки ставить. И вот посмотрите, за редким исключением, вот, больше 300 площадок стоит, за редким исключением все площадки в очень хорошем состоянии. Вот, ну, 2 или 3, вот, действительно, так, испохабили. А все остальное стоит уже не первый год, и люди с удовольствием... Но они не пустуют. Не пустуют, да. Они следят, стоят за ними. Да, 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 совершенно верно. Меняется, даже социальное население другое появляется, даже вокруг этих детских площадок. И, так называемые, так сказать, выпивающие люди, они уходят с этих территорий. И совершенно другие люди. И все нужно застраивать площадками? Ну, не только площадками. Это спорт, спортивные сооружения. Потом самые простые, элементарные. Вот мы программу по строительству мини-стадионов, и мы ее реализуем. И у нас тоже пользуется большой популярностью. Мы почти 100 стадионов построили вот за эти 3 года. И, на самом деле, это то, что дает реальный результат. Это совершенно другое население. Люди, которые имеют альтернативу. Ну, и парк, мне кажется, вот, несмотря на то, что сейчас прохладно, все равно людей в парке меньше не становится. Владимир Сергеевич, ну, если позволите, личный вопрос. Мы встречаемся в преддверии Нового года. Вот, как вы готовитесь к этому празднику? Как семьи Груздева встречают Новый год? Ну, мы все семью встречаем обычно. Это моя семья, мои дети, супруга и мои родители, и мама моей жены. И приглашаем друзей всегда дома, традиционно, Новый год дома. А что на столе у вас? Ну, оливье. Я, конечно, оливье, как без оливье. Ну, это же традиционный, мне кажется, салат, который в каждой, наверное, семье. А сами готовите ли все-таки жена? Нет, сами. Нет, конечно, нет. Я имею в виду, вот вы или жена? Нет, я помогаю. Я в данном случае подмастерье. Готовит жена, мама, поэтому там они распределяются. Мама, теща, жена. Кто-то готовит какой-то салат, я так в подмастерьях. Подношу снаряды. Спасибо вам большое, что уделили на время. Спасибо. Спасибо.